Сегодня мы несколько слов скажем про 91-ю страницу трактата Бавакама. И здесь я в основном буду говорить про тему, которая таки имеет отношение к нам сегодня, иногда. А именно в самом конце страницы, и немножко продолжается на следующей странице, обсуждается запрет рубить деревья, которые дают плоды. И до этого обсуждалось заодно, когда, помните, Раби Акива мы сказали в Мишне, сказал человеку, который открыл волосы женщине, что он обязан ей платить полную компенсацию, даже если это такая женщина, которая и сама из-за каких-то копеек, чтобы не потерять масло, готова открыть волосы. Так заодно обсуждаются и другие виды ущерба, что если человек сам себе, например, тоже не должен наносить раны, но тем не менее, если другой ему нанес раны, то он должен платить, и вот так же и уничтожение чужого имущества. И вот заодно приходит к этой теме наш Талмуд, а именно, что нельзя рубить деревья плодоносные, это сказано в Торе. Помните, в главе Шофтим описывается, что даже во время осады города не следует рубить деревья, которые дают плоды, а бери деревья, которые не дают плоды. И вот это вот общая мицва, то, что называется Бальташхит, не уничтожать. В более общем смысле нам нельзя портить то, что можно еще использовать. Сегодня в богатых странах иногда это не так просто. Людям иногда сложнее распределить, например, пищу, которая остается, или там вещи, одежда. Мы стараемся, да, есть некоторые организации, которые берут старую одежду, но в общем в подобных странах обычно очень трудно, и многие очень вещи, которые теоретически еще можно было бы как-то использовать, но на практике гораздо дороже их распределить, и мало кто хочет этим заниматься, в особенности в отношении еды. Большинство американских семей приходится выкидывать им множество пищи, которая теоретически где-то в голодных странах могла бы принести большую пользу, но как это туда довести, эту пищу? Здесь, во всяком случае, вряд ли кто-то будет есть остатки, даже то, что, допустим, не тронут они, не остатки из тарелки, а остатки из кастрюли тоже, но все равно, если уже людям не нужно, а что им остается делать? Но вот в особенности строго, именно по отношению к примеру, который дает Тора, к плодоносным деревьям. Тут даже приводит, что это может к опасности привести, а свершалом. Поэтому люди очень осторожны с этим, чтобы не рубить плодоносные деревья. Но что интересно, здесь как раз Талмуд гораздо более мягок, на первый взгляд, чем то, как многие поским сегодня постанавляют. А именно из Талмуда выглядит, ведь в чем смысл всего этого запрета Бальташхит? Это именно уничтожение, то есть порча, порча того, что можно использовать. Но если, допустим, наоборот дороже стоит, то, что дерево здесь растет, оно вот как бы обходится дороже, чем пользу, которую оно приносит. Вот здесь даны конкретные параметры. Во-первых, если дерево уже совсем мало дает плодов, ну, есть тут особые законы, сколько именно, я не буду вдаваться в детали. Но когда дерево дает слишком мало плодов, оно уже не стоит того, то ты имеешь право его срубить. И также, если само дерево нужно, в смысле, если, например, древесина стоит дорого и дороже гораздо, чем те фрукты, которые можно получить от этого дерева. Или, скажем, как дальше выглядит, если мешает как-то это дерево. Да, бывает, что дерево одно мешает расти другому, и получается, что оно дороже стоит. И также приводят по ским, что, казалось бы, если, скажем, человеку нужно увеличить дом, и у него растет дерево во дворе, которое дает плоды, ну, ему гораздо важнее эту территорию использовать для дома, тем более для, например, построения суки, шалаша для праздника сукот. Вот там же, когда дерево нависает над шалашом, обычно у дерева все больше и больше становится веток, и оно растет, и постепенно уже все там закрыто небо этими ветками. И если большинство, получается, теперь тени от веток дерева, которые растут, то они уже делают некошерным всю суку. Вот, так во всех этих случаях, казалось бы, можно было бы разрешить. И, тем не менее, из опасности некоторые и с этим всем строги. И придумывают разные способы. Одни продают нееврею эту землю, чтобы он снял, да, срезал дерево. Другие предлагают, чтобы дерево выкорчевали вместе с конями и пересадили в другое место. И еще какие-то предложения. Ну, что интересно, если вы посмотрите здесь в пометках Раби Бецалеля Раденшбурга, да, это пометки маленькими буквами сбоку тоже. Тут обычно Галион Ашас, я это обсуждал все на своих уроках по Ахроним к Талмуду, серия у меня была специальная. Я обсуждал там пометки Раби Ки Вейгера, пометки Гра, пометки Баха. А есть еще пометки этого мудреца, он более поздний, чем большинство остальных. И он удивляется и говорит, что Тур и Шухонарух вообще не привели этот закон. Странно, да? Таз действительно его приводит, Тур и Загав, это один из ранних комментаторов Шухонаруха. Он приводит это в законах опасности. Есть такой Симон в секции Йорадея, 116-й, и там описывается много разных вещей, которые опасны. И в том числе вот там Таз приводит, тоже удивляется, почему Тур это не привел, но Таз приводит там все эти законы в двух словах. И говорит, что в случаях, когда это требуется, что дороже обойдется поддерживать это дерево, это можно. Но, как я сказал, есть Ахроним, которые очень строги с этим, Явец, там Хатам Сойфер. Есть многие Ахроним, которые очень строги и предлагают другие варианты, как-то пересаживать дерево, если требуется. Хотя по букве закона, казалось бы, когда нету запрета, то и нет опасности. Есть такое объяснение, согласно которому, если даже в случаях, когда по букве закона можно, все равно опасность остается. Мне кажется, странно такое объяснение, но, по крайней мере, люди всегда боятся всего, что опасно. Поэтому более строги обычно можно какой-то из этих советов использовать, которые я уже упомянул. И на этом я на сегодня закончу. В общем, на практике, если у человека есть дерево, которое дает плоды, и ему нужно его срубить по тем или иным причинам, или даже ветки дерева не так очевидно можно ли рубить, если только часть, допустим, надвисает, но это, опять же, местом, где он хочет построить шалаш, только часть дерева, то можно ли срубить даже ветки, которые дают плоды. Но, по крайней мере, в отношении самого дерева, если полностью хочет он его срубить, без сомнения, нужно спрашивать у раввина и получить конкретно псак, чтобы было разрешение. И на этом я на сегодня закончу. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал.